В универсальном спортивном комплексе Белмосковья сегодня пройдет награждение победителей первенства Щелковского района по мини-футболу. Здесь сейчас встречаются команды, которые борются за выход в Суперлигу. В течение полугода в первенстве участвовало более тысячи поклонников мини-футбола. У нас шесть групп, порядка 60 команд. Команда участвует у нас со всего Щелковского района, со всех городских и сельских поселений. Во время турнира и для опытных спортсменов, и для новичков на протяжении всех матчей сохранялась захватывающая интрига. Победитель в каждой из шести групп автоматически завоевывал право в следующем сезоне бороться уже в более высокой лиге. Вот и сейчас в последнем матче турнира определяется команда, которая войдет в десятку лучших, в Суперлигу. Матч получился зрелищным, игра шла с большим напором. Футболисты из ЦПК-2, это вторая команда Центра подготовки космонавтов, первая уже входит в Суперлигу. Стойко держали оборону, но после 15-й минуты, когда подзем Бургас забил сначала первый гол, а потом еще четыре, итог стал ясен окончательно. Весь чемпионат был сложный, потому что мы новички этого высшего дивизиона, но в принципе цель была поставлена выиграть и идти дальше, но выполнили ее. В перерыве матча разыгрывался специальный приз, который учредила для районного первенства по мини-футболу наша телерадиокомпания. Это приз игроку, обладающему самым, что называется, пушечным ударом. Скорость полета мяча определялась с помощью специального прибора, результат достигался с трех попыток. В итоге определился победитель конкурса «Самый сильный удар». Генеральный директор, главный редактор телерадиокомпании «Щелково» Евгений Дококин вручил золотую бутсу солдату срочной службы игроку команды «ЖДВ» Александру Адоньеву. 118 км в час, по-моему, мяч летел. Повезло просто. Всем везет. Но сегодня повезло мне. Церемония награждения команд победителей, которая затем проходила под бурные аплодисменты болельщиков, была наполнена такими же восторженными эмоциями самих игроков. Еще бы, ведь в этот день были удостоены призов и кубков, десятки коллективов и многие энтузиасты мини-футбола. Ну а самое первое место в самой высшей из категории первенства в Суперлиге заняла команда «Фок-7» из «Щелково». Мы самые сильные. Тяжело, но удачно. Ну, видимо, самый сильный состав у нас был. Не могли оплошать, так скажем. Андрей Цеханович, Александр Аджеевский, телерадиокомпания «Щелково».